Проверим удачу. Орел и Рыжка. Давай. Что? Решка. Решка? Решка. Всем привет. В эфире программа для тех, кому все интересно. Сегодня день Орла и Решки. Ну, мы не рекламируем телепрограмму. Просто в календаре есть не такой день. День подбрасывания монетки. Ах уж эти вечные сомнения. Пирожное или мороженое. Поспать или потренироваться. Надеть куртку или ветровку. Когда мы не можем принять решение сами, за нас это делает она. Но почему людей так доверяют? А если вдруг она вылетит в окно или встанет на ребро? Или вообще у нее смещен центр тяжести и решения будут заведомо неверные? Из-за кусочка металла все пойдет не так? Друзья мои, важные решения нужно принимать без участия монетки. Подумайте, прислушайтесь к своим желаниям, взвесьте все варианты и примите решение. Сами. А этот навык как раз развивает нашу программу. АНОНС ШИФРОВКА ЖИВАЯ ФЛЕШКА ОБРАТНЫЙ ПОДВОДНЫЙ ЛИПКИЙ ЧТО ЭТО? КОРОЛЕВСТВО, НО НЕ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Итак, прозвучали три анонса. Последняя из них – настоящая загадка. Первые два тоже. Или живая флешка – это всем известная вещица. Такой не знаю. То-то же. И что же это может быть? Носитель информации. Живой. Библиотека Татьяна Петровна. Нет. Скорее это ДНК. Дизоксирибонуклеиновая кислота. Девятиклассники меня поняли. Но тем, кто младше, расшифрую, что это значит. ДНК – это макромолекула, которая хранит, передает из поколения в поколение и реализует программы, по которым функционируют организмы. Это цитата из учебника по анатомии. ДНК есть у всех. Кстати, родство людей тоже определяют по этим носителям информации. Если оно есть, то в ДНК этих людей будет много совпадений. А еще по ДНК определяют этническую принадлежность человека. Азиат он, европеец или африканец. Какая вместительная эта супермолекула? Макромолекула. А что еще может быть с живой флешкой? Флешка, которая себя обслуживает. Как ты себе это представляешь? Легко. В прошлых передачах нам показывали роботов. Почему не может быть роботизированной флешки с множеством функций? Как вы думаете, что общего у этих людей? Цвет волос и по гороскопу они водолеем? Банально. Копайте глубже. Ладно, не будем вас больше мучить. Объединяет их группа крови и положительный резус-фактор. А значит, они могут стать донорами друг для друга. Но обо всем по порядку. Наши предки верили, что кровь – это суть жизни. И если передать ее другому, то можно поделиться жизненной силой. Об этом писал и отец современной медицины Гиппократ. С того самого момента ученые не перестают изучать уникальные свойства этой загадочной субстанции. И даже достигли немалых успехов. Например, разделили кровь на группы. Это сделал австрийский врач-иммунолог Карл Ланштейнер. В лаборатории он перемешал образцы крови разных людей и наблюдал за происходящим. В итоге он пришел к выводу, что группа крови определяется по специальным маркерам – антигенам А и Б, которые присутствуют или отсутствуют на поверхности красных кровяных телец – эритроцитов. На основе этого ученый выделил три группы крови – А, Б и 0. Не удивляйтесь, сейчас все объясним. Если в крови отсутствуют оба антигена, то это первая группа крови. Если содержится только антиген А, то вторая. Если содержится антиген Б, то третья. А несколько лет спустя ученики Ланштейнера открыли еще одну группу крови – четвертую. В ней содержатся сразу оба антигена. Теперь и вы знаете, что обозначают эти буквы. А вот знаки «плюс» или «минус» означают отсутствие или наличие резус-фактора. Это такой белок, который находится на поверхности эритроцитов. Кровь тех, у кого он есть, называют резус положительной, а у кого нет – резус отрицательный. Кстати, положительный резус-фактор встречается у 85% людей, а отрицательный – всего у 15%. Выявили резус-фактор в 1940 году. В крови макак резусов. Отсюда и название. Да, немалую работу провели ученые-медики. Благодаря этим открытиям каждый день удается спасать сотни и тысячи человеческих жизней. Донором крови может стать любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 55 килограммов и не имеющий противопоказаний. Кровопотерю в 450 миллилитров организм восполнит всего за два дня. Так, а кому какая группа крови подходит? Вторая и третья только обладателям такой же. А вот люди с первой группой крови и отрицательным резус-фактором – это универсальные доноры, то есть их кровь подходит всем остальным. У них отсутствуют все три вида антигенов, и, следовательно, выработка антитела у донора не произойдет. А вот универсальные рецепиенты – те, у кого четвертая группа крови и положительный резус-фактор. А еще донорская пласма является основой для разработки препаратов от тяжелых болезней. Какое же все-таки важное дело делают наши доноры? А еще существует интересная гипотеза о том, что характер человека зависит от группы крови. А я свою знаю. Вторая положительная. Так, а теперь мы наконец-то добрались к загадке. Заковыристая. Я, честно говоря, всю программу ломаю на дне голову. Озвучу. Обратный, подводный, липкий – что это? Ну, для начала надо понять – это три предмета или же один? Обратный, билет, отсчет, 10, 9, 8, 7… Обратный путь. Ну и что из этого может быть подводным и липким одновременно? Путь. Звучит как абракадабра. Обратный, подводный, липкий путь. Ну, согласен. Звучит так себе. А если это все-таки что-то одно? Более-менее подходит рыба-прилипала. Она своими присосками на подошве присасывается к крупной рыбе, катается на ней во всех направлениях и доедает ее обеды. И как же рыба покрупнее ее терпит? Прекрасно. Прилипала чистая тыбрюшка. Так что это симбиоз – родство живых организмов. Водопады – это просто невероятное зрелище. Мощные потоки воды низвергаются и льются бурлящим полотенцем. Но мы вас удивим. Есть места, где законы гравитации не работают, а вода полностью меняет свою траекторию, поднимаясь снизу вверх. Такой феномен называется перевернутым или обратным водопадом. Трудно поверить, но глаза нас точно не обманывают. Это чудо природы появляется из-за того, что близ высоких отвесных скал и утесов образуется спиральный столб воздуха, напоминающий небольшой торнадо. Вместе с воздушными массами вода начинает двигаться, как говорится, вверх тормашками. И такие водопады, наоборот, имеются на разных континентах. Самые известные из них находятся на острове Уаху – Вайпугия. Из-за местных климатических особенностей вода здесь практически никогда не течет в привычном направлении, к чему местные давно привыкли. А в американском штате Теннесси, в недрах горы Лукаут, на глубине 341 метр, находится Руби Фоллс – самый высокий подземный водопад в мире. Назван он в честь супруги местного исследователя пещер Лео Ламберта. За 30 миллионов лет, подпитываемый источниками и дождевой водой, поток вымыл в известняковой породе большую шахту. Воды устремляются вниз, собираясь в бассейн, откуда подземными речушками бегут к реке Теннесси. А в мексиканском штате Охака находится одна из интересных природных достопримечательностей Мексики – водопад Ерве-эль-Агуа. Издалека водопад выглядит так, словно с вершины горы срывается бурный поток воды. Однако вблизи становится ясно, что это не так. Ерве-эль-Агуа возник благодаря теплым подземным водам, насыщенным солями и минералами. В основном это карбонат кальция. Они обладают заживляющим действием, так что туристы поправляют здесь свое здоровье. Стекая через край небольших водоемов, вода образует сталактиты. Издали они похожи на остановившийся водопад, словно кто-то нажал на паузу. Так что Ерве-эль-Агуа еще называют застывшим водопадом или каменным, ведь по факту он состоит из твердых минеральных отложений. Но водопады бывают еще и подводными. Один из них разместился на острове Маврики. Если смотреть сверху, кажется, что прямо под водой массы воды падают в пучину Индийского океана. Но это не больше, чем оптическая иллюзия. Я серьезно, водопада там нет. Геологи проверили и утверждают, что главная причина этой обманки природы – своеобразный рельеф, образованный коралловыми рифами, залежами песка и отложениями ила. А еще сильные течения. Они перемещают массу по океанскому дну и создают из нее замысловатые вихри, струи и каскады, вводя нас в заблуждение. Липкий водопад Буатонг. Да, одного названия достаточно, чтобы вызвать любопытство. На вид он вполне обычный – кристально чистая вода, льющаяся по крупным камням. Ничего не настораживает, пока не попробуешь по ним забраться. Они, оказывается, липкие. Причина этого – минеральные отложения. Липкий налет позволяет без труда удерживаться на камнях и подниматься вверх. Ведь у водопада угол наклона 50 градусов и даже два уровня. Здесь можно смело совершать восхождение, ведь о безопасности позаботилась матушка природа. Правда, осторожность не помешает. Да, снова мимо. А от этого еще интересней. Градус напряжения растет. Сейчас проверим удачу в третий раз. Ну вот в чем-в чем, а в географии я ас. Анонс – королевство, но не Великобритания. Вспоминаем? Что прям все? Королевств без Великобритании 43. Серьезно? Да, но монархов всего 30. А почему так? Ну, Карл Трезий – король не только Великобритании, но и 15 стран, ее бывших колоний. Правда, при этом у них имеются свои правители и даже короли. Так, а теперь, что помню я. Короли есть в Саудовской Аравии, Камбодже, Таиланде, Испании, Бельгии, Австралии. Ну, еще в 37 странах, если это правда. Можешь проверить. Всего в мире 44 монархии. Эта песня навеяла нам тему для сюжета. Получайте мини-урок по географии. Золотой город Маракеш находится в холодной стране с горячим солнцем. Так путешественники называют Марокко. Впрочем, у этой страны много неофициальных названий. Арабы называют ее Аль-Мамляка-Аль-Магрибия. Европейцы – Марокко, что означает «красный», «прекрасный». Такое имя носила и древняя столица государства – Маракеш. Полноофициальное название – Королевство Марокко. Столица этой сказочной страны – город Рабат. Соседи – Алжир и Сахара. Омывается она Средиземным морем и Атлантическим океаном. От Европы государство отделяет узкий гибралтарский пролив. В этой стране есть и горная цепь, и плодородные равнины, и даже пустыни. Официальные языки – арабский и берберский. А еще в стране говорят на французском и испанском. Действующая валюта – марокканский дирхам. Жители Марокко занимаются сельским хозяйством и работают в добывающей промышленности. Все-таки рядом горы и в стране много полезных ископаемых. Важнейшее ремесло марокканцев – выделка и окраска кож. А еще обработка дерева. Местных на улицах видно сразу. Марокканские женщины носят расписные джелабы с капюшоном и широкими рукавами. Мужчины одеты проще – в черные серые кафтаны. А головы покрывают шапочки-фески, названные так в честь марокканского города Фес. Правда, зимой джелабы шерстяные, ведь нередко выпадает снег. Да-да, снег в Африке. Здесь даже развит горнолыжный спорт. Количество морозных дней в году около 120, и лыжный сезон обычно длится с декабря по март. Ну что, пройдемся по улочкам. Архитектурный стиль в Марокко называют мавританским. Это арки, купола, настенная резьба и колонны. А еще плитки, мозаика и витражи. А кое-где даже национальный орнамент. Многим дворца в Марокко около тысячи лет. И наследие это марокканцы очень берегут. Но большинство из них живет в маленьких каменных домах с характерными ажурными решетками. Улочки тесные, но очень колоритные. Двери, балкончик и цветы. Тут же идет торговля местными товарами. Настоящая восточная сказка. И кажется, что где-то здесь когда-то бродил Алладин. А что в стране из достопримечательностей? Центральная площадь Джема-эль-Фна, города Маракеш, занесена в список культурного наследия ЮНЕСКО. Тут собрана вся марокканская экзотика. И повстречать здесь можно даже заклинателей змей. В Марокко проповедуют ислам. И потому здесь много мечети и миноретов. Это стоящие рядом высокие башни. Мечеть Хасана II в Касабланке – главная и самая современная достопримечательность страны. Она возвышается над океаном. Полы здесь подогреваются, крыша может раздвигаться, а само здание сейсмоустойчиво. Лазерный прожектор в верхней части минорета чертит в небе световую линию зеленого цвета длиной в 30 километров. А находиться в минорете может до 100 тысяч человек одновременно. Есть в Касабланке и кафедральный собор Нотр-Дам-де-Лурд. Это христианский центр. Впечатляют руины древнего города Анфа и множество исторических памятников города Мекснес. Бабмансур – самые большие ворота в Северной Африке. Караевское зернохранилище. Крупный музей Дар Джамайи. Мавзолей Мулай Исмаила. Праздников в Марокко много. Самый популярный – Фантасия. Берберский конный фестиваль. Просто потрясающее зрелище. А вот кухня в Марокко необычайно вкусная. И блины тут есть, и супы, мясо с овощами и даже фруктами. Салаты и много зелени. Специи и любимые нами сочные марокканские апельсины. И куда их только не кладут. Так что увидите в магазине, попробуйте и, конечно, вспомните наш марокканский сюжет. Восток – дело тонкое. Совсем другие люди, жизнь и традиция. Ну, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Любите свой край, народ и обычаи. И уважайте чужие. Ну, а с вами были ведущие Ира и Артем. Смотрите нас в эфире и на ютубе. Еще увидимся. До встречи.